Всем привет! Меня зовут Михаил Шабардин, я психолог-имиджмейкер. Вы на канале надежного интернет-магазина с доставкой ткани.эксперт. Напомню, что на сайте идет распродажа, а до 9 марта включительно можно использовать купон на дополнительную скидку. И сайт пересчитает сумму заказа в меньшую сторону. Не упустите такую возможность. Если вы помните, в предыдущем видео я искал мастера, чтобы отшить копию своей вещи. И в этом не было абсолютно никакого подвоха. Зато есть очевидные выгоды для всех, кто шьет для своей семьи, шьет на заказ и даже вообще не шьет, но ценит индивидуальный подход. Вы часто спрашиваете, что сшить для мужа, брата, папы, чтобы это не выглядело слишком вычурно, не было самодеятельностью, но совпадало с текущим временем и было актуально. Поэтому я выбрал простую вещь, которая замечательно живет в спортивном пространстве, открывает массу возможностей для повседневной носки и омолаживает даже формальный традиционный гардероб. В финальном видео я обязательно покажу несколько вариантов с готовым изделием. И у вас будут решения с точными аргументами, которые для мужского восприятия гораздо понятнее, нежели категории красиво-модненько. Чтобы сшить такую вещь и внести в нее нужные изменения, я нашел двух мастеров, которые могут поделиться с вами своим опытом. А если вы шьете на заказ, то наш проект станет, возможно, станет началом ваших дистанционных услуг. На нашем примере вы сможете избежать наших же ошибок и отработать свою более успешную схему. Поверьте, в интернете много людей, которые ищут профессиональных мастеров и готовы оформлять заказы. Итак, давайте я вас познакомлю с дизайнером, автором-костюмером, участником международного форума моды, преподавателем технологии и изобразительного искусства. Итак, с нами на связи Берц. Лариса, здравствуйте. Здравствуйте. Смотрите, вот для меня, когда я выбирал мастера, я, конечно, как и любой клиент, ориентировался на эмоциональную какую-то составляющую. Вы так легко вошли в общение, так загорелись в моей идее, что у меня даже не возникало никаких вопросов. Все, я хочу, чтобы этот мастер со мной работал. Я верю в энергию, да, потому что все равно вещь, изготовленная руками, она имеет какой-то отпечаток мастера. И, конечно, приятнее носить вещь, которая сшита добрыми руками, эмоциональными, задористыми. Да, как бы, поэтому для меня это важно. Ну, мое решение участвовать в этом проекте было особо вообще спонтанное. Я вечером зашла, смотрю, мне сообщения с YouTube приходят, вот такой вот, ищу мастерную. Думаю, ну почему бы не откликнуться, почему бы не поучаствовать. Я знаю, что у вас есть мечта, которая может, скорее всего, я хочу, чтобы она сбылась, открыть свою школу. Да, да, в планах у меня есть открыть свою школу, поэтому я, как бы, и развиваюсь во всех этих направлениях, да, получающий опыт дополнительный. Ну, я думаю, у нас будет в любом случае. Все, как и ваши студенты, должны быть такими благодарными, но, по крайней мере, если они пройдут тот же самый опыт общения с вами, что прошел я, то они останутся крайне довольны. У меня есть страничка в Instagram. Я потом дам ссылку, а люди... У меня есть страница ВКонтакте. Я настоятельно рекомендую, так что, друзья, вы сами видите спикера, если у вас есть вопросы, можете связываться. Итак, а теперь вернемся ко мне. Что я хочу сделать? Я одел вещь, которую хочу отшить на себя. Вот так вот она выглядит. Конструкция достаточно простая. Я не знаю, стоит ли ее распаривать, потому что потом я отправлю ее другому мастеру. Не стоит. Спасибо. Смотрите, что я хочу в ней изменить? Поскольку я хочу носить будущее изделия и с классическим костюмом, и с пальто, вот эти все спортивные элементы, типа кармана, налокотников, вот этой вот резинки, которая на рукаве, да, они мне не нужны, они мне только мешают. Материал, который вы выбрали из двух имеющихся, это вот такое чертяное трикотажное полотно. У него хороший коэффициент растяжимости. Он совсем не колется. По плотности они с оригиналом практически аналогичные. Ну и, конечно, вот из этого полотна изделие должно получиться более люксовым, чем то, что сейчас нам нет. Я вот думаю, манжеты из этой сканы вам не нужны. Они будут упрощать изделие. Мне кажется, можно тоже сделать подгибку, либо подгибку можно обработать таким образом, чтобы не видно было шва. Вот вы как технолог, я как бы прислушиваюсь к вашему совету. Мне главная функциональность, чтобы я вот так вот заправил и все. Вот так, вот такой свободы. Ну да. И кажется, хорошо будет. И чуть-чуть уже сантиметра два-три, вы пять показываете. О-о-о, как здорово, вы видите, глаз алмаз. Так, а вы можете ее снять? Разворачиваем теперь стеной ко мне. От средней шоу, от середины изделия, до середины, да-да-да, вот где у вас капюшон на средний шоу заканчивает, сколько там получается? 70. 70, мы еще хотели 5 сантиметров вниз скипались. Так, давайте теперь длину рукава измеряем, от плеча, так, до лиза манжеты, от плеча, вам нужно смеять, вот до самой высшей точки, как еще на длину. И вот ты придумала себе, мама мне проснулась, распахнула глаза, буквально себя сняла и получился какой-то шедер. Я люблю детей, люблю там, чтобы у меня дети, когда места занимаются, какие-то, то уже приятные. У меня уже, уже приятные. А я вам сразу скажу, я бесконечно рад, что мы с вами познакомились, что вы решились на этот процесс. Я думаю, что мы сделаем все здорово, все будет красиво. Я за любую движуху, кроме голодонки. Вот. Давайте, отдыхайте, до связи в четверг. Ладно, до свидания, до встречи. Конечно же, с мастером мы общались чуть больше трех минут. Время пролетело молнией. Было много смешных и полезных моментов, которые, к сожалению, все, но не могли войти в этот короткий ролик. Но с Ларисой мы еще встретимся. А пока посылка идет в Бердск, у вас есть возможность задать вопросы, которые я адресую мастеру, и в новом ролике обязательно получить видеообзор от технолога по работе с трикотажным полотном. Все важные ссылки в описании этого видео. Ничего не бойтесь. Получайте от творчества удовольствие. Общайтесь с позитивными людьми. И каждый день будет ярче. С вами был Михаил Шабардин. Переходите на сайт. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok